Здравствуйте, это Факты на Кубань 24 и ближайший час о главных событиях в крае. Вот что покажем сегодня. Отключить аналоговое телевидение, подать информационный видеоматериал. В телевизорах сплошные цифры. Новая эра телевидения стартовала. Что и как теперь смотреть, покажем. Давайте воспользуемся поручением президента и максимально эту программу реализуем. Максимально, насколько это возможно. Ипотеку под 3% и новых дорог на все село. Столичный подход для станичной жизни. Губернатор обсудил с главами новый проект. Поздравляем с Днем защиты детей! Тонны мороженого и аттракционы по всему краю. День защиты детей на Кубани. Поздравляем даже для тех, кто праздник встречает в больнице. Это связано с тем, что на территорию края оказывают влияние фронтальные разделы с довольно большим содержанием влаги. У природы есть плохая погода. Вот как раз на этой неделе такая. А и одного только зонта может оказаться недостаточно. Итак, новая эра телевизионного вещания на Кубани. Сегодня наш регион запустил цифру. 20 федеральных каналов теперь ведут трансляцию в современном формате. Вместе с Кубани от аналога отключили еще 35 субъектов. Это третья по счету волна переключения со старого сигнала. Более качественная картинка, звук нового поколения, а еще возможность для скачка всех цифровых технологий. Это то, что получил край после одного нажатия кнопки. За историческим событием сегодня следили десятки телекамер и сотни фотоаппаратов. Уже давно цифровых, кстати. Александра Проскурина расскажет подробности. Центр управления Краснодарского радиотелепередающего центра застыл в напряжении. Всего несколько минут отделяет от новой эры вещания. Громкие слова. Но они подкреплены годами кропотливой работы. Подготовка к этому дню началась еще в 2010-м. За 9 лет инженеры, строители, конструкторы, программисты и представители еще десятка специальностей трудились ради того, чтобы цифра не обошла ни одного жителя страны. 97,4% населения края имеют возможность принимать цифровой сигнал двух пакетов цифрового телевидения в высоком качестве, с хорошим звуком, с хорошей картинкой. Это 20 федеральных телеканалов. Первый – Россия, НТВ, пятый канал, ТВЦ, «Звезда» и другие. До этого дня они перешли на цифру в 28 субъектах страны. Сегодня очередь Кубани. Телевизионные камеры и объективы фотоаппаратов нацелены на 20 экранов. Горят софиты. Журналисты и инженеры не отрывают взглядов от мониторов. И вот звучит команда. Отключить аналоговое телевидение, подать информационный видеоматериал. Один за одним федеральные каналы гаснут и появляется заставка. Эту же картинку видят зрители на телевизорах в своих домах по всему краю. Те телезрители, чьи телевизоры на сегодняшний день принимают исключительно аналоговый сигнал, сегодня утром увидели на экранах вот такие вот заставки. Это информационные ролики, которые рассказывают о том, что нужно сделать, чтобы перейти на цифровое вещание. Например, купить новый телевизор или приставку, или спутниковую антенну, ну, либо позвонить волонтерам. И вот такие информационные ролики будут круглосуточно в эфире на протяжении недели, чтобы все успели оказаться цифровой эре вещания. Отключение от аналога – это своеобразный экзамен для региона. Сегодня в край приехали представители Минкомсвязи России, чтобы проверить, так ли хорошо Кубань подготовилась к переходу, все ли системы исправны, все ли передатчики настроены как надо. Краснодарский край уникален по своей масштабности, по большой численности населения, по разноплановости ландшафта, по большому количеству горных районов, где очень сложно организовать трансляцию эфирного цифрового сигнала. Но в целом мы оцениваем готовность региона как очень высокую. О том, как край пережил первые часы в цифре, говорили уже на пресс-конференции в краевой администрации. Наш регион – самый крупный и сложный в третьей волне перехода. Как только федеральные каналы отключились от аналога, телефоны горячей линии буквально раскалились от звонков. Но если сравнить с другими субъектами страны, переполох был не сильный. Например, в Самаре или Иркутской области у жителей вопросов было больше в разы, хотя Кубань превосходит их по численности населения. Чтобы почти 6 миллионов человек не остались один на один с цифрой, в крае продолжают работать волонтеры. Волонтеры отработали на сегодня уже больше трех тысяч заявок на помощь в установке, подключении оборудования. Где-то повторно мы не ограничиваем людей, если необходимо, значит, будет помощь оказана. И выплаты, соответственно, будем производить до конца года. Если потребуется продлить, продлим. 80 миллионов рублей в бюджете на эти цели запланировано, на компенсационные выплаты. Они предусмотрены для малообеспеченных граждан и тех, кто проживает в селах и поселках вне зоны охвата эфирного наземного телевещания. За бюджетные деньги таким людям помогают купить спутниковое оборудование или приставки, если их возможностей достаточно для устойчивого сигнала. Цифра сегодня изменила не только качество картинки и звука. По-новому начали работать те, кто посылает эфир в каждую квартиру и дом. Инженеры КРТПЦ ежеминутно следят за мониторами. На них вся телевизионная сеть региона. На данный момент контролируют передатчик первого мультиплекса. Вот он весь у нас на мониторе. Соответственно, также контролируют передатчик второго мультиплекса. С переходом на цифру не исчезнут с голубых экранов ни районные, ни региональные телеканалы. В том числе и Кубань-24 продолжат вещать в аналоге, на своей частоте на спутнике и в пакете кабельного телевидения. Кстати, их зрители переход на новое вещание не заметили. Как и большинство кубанцев, слишком многое было сделано, чтобы сегодняшний день, имеющий историческое значение для всего телевизионного мира, на домашних экранах никак не отразился. Александра Проскурина, Юрий Дюшин, Михаил Властенко, Кубань-24, Краснодар. Я добавлю, что в крае работает горячая линия по цифровому вещанию. Вот ее номер. Позвонив по телефону, вы можете задать любой вопрос по поводу перехода на новый формат. Специалисты расскажут, где приобрести приставку, как настроить телевизор, какая антенна должна быть, как вызвать домой волонтера. Кстати, этот номер вы можете найти и в своем телевизоре. Если ваши ТВ-приемники еще не в цифре, то до 10 июня они будут показывать информационный ролик с телефоном горячей линии. Ну а Кубань-24 сегодня подводит итоги конкурса «Найди старый телевизор». Акцию приурочили как раз к переходу с аналога на цифру. В течение трех недель жители края присылали нам фото со старыми еще советского производства электронами, фотонами и рекордами, которые у них хранятся дома. И за самый раритетный телевизор мы обещали подарить его автору новую плазму. Ценный приз получит Эльвира Рабанева из станицы Голубицкой. Она отправила фото голубого экрана 1967 года. Это конкурсант-ровесник цветного телевещания СССР. А оказался он сам старым из сотен других участников. Второе место у советского артефакта чуть помоложе 1969 года. Его владельца Евгения Сергеева из станицы Павловской ждет приставка для приема цифрового сигнала. И точно такой же подарок достанется Олегу Матвееву из Старощербиновской за его фото с телевизором 1971 года. Церемония награждения лидеров акции пройдет 12 июня на празднике, которую в Чистяковской роще устраивает первое радио Кубани. К другим темам далее. Внедрение льготной ипотеки и модернизация транспортной инфраструктуры на Кубани готовятся к реализации госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий. Вопрос был одним из основных на краевом планерном совещании, которое провел губернатор края. Федеральная программа начнет действовать со следующего года. Объемы финансирования в масштабах страны превышают полтора триллиона рублей. Она включает в себя льготную сельскую ипотеку под 3% годовых, реконструкцию коммунальной инфраструктуры, даже компенсацию работодателям, которые направляют сотрудников на обучение в сельскохозяйственные вузы. Заявки на участие в программе главам муниципалитетов необходимо подать до конца месяца. Давайте воспользуемся поручением президента и максимально эту программу реализуем. Максимально, насколько это возможно. Главам наших муниципальных районов вам сегодня необходимо в первую очередь сделать приоритеты. Чтобы еще вам хотелось, чтобы в районах появилось, в ваших станицах, хуторах, селах, помимо того, что сегодня предиспользованы краевыми программами для количества школ, определенные мы сегодня в крае строим детских садов, клубы ремонтируем, спортивные объекты, дорожная инфраструктура, тротуары, освещение. Что еще плюсом можно в рамках этой программы построить, создать в муниципальных районах, но для этого нам нужны проекты. Мы аграрный регион, регион, который в своей основной части жители проживает в сельской местности. Поэтому, конечно, коллеги, мы должны сделать качественный рывок в развитии сельских населенных пунктов в нашем крае. Главным критерием участия программы является комплексный подход. То есть инженерная инфраструктура, социальный объект, благоустройство и другие моменты, связанные с выполнением подпрограмм пунктов, будут входить в единую комплексную заявку, которая будет подготовлена муниципалитетом. Конкретные цифры по финансированию будут утверждены правительством до 1 августа этого года. Серьезное финансирование предусмотрено и на социальную поддержку малообеспеченных семей и семей в трудной жизненной ситуации. Эту тему также обсудили в рамках планерного совещания. Всего у нас в крае 3700 семей находятся в трудной жизненной ситуации. В них воспитывается 9000 детей. У нас налажено сегодня раннее выявление неблагополучных семей. Это значит, что мы быстрее можем ставить их на учет и быстрее оказывать им помощь. Если говорить в целом о цифре и о числе малообеспеченных семей, то с 2015 года у нас эта цифра сократилась. Вы уже об этом сказали, у них на 20%. Сегодня на Кубани проживает 160 тысяч малообеспеченных семей. Мы выделили около 19 миллиардов рублей на социальную поддержку малоимущим семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, которые нуждаются в поддержке. Но 19 миллиардов рублей дает огромная сумма. Но намного важнее их поддерживать с точки зрения решения проблемы, не деньгами. Деньги, конечно, им нужны и программы. Я еще раз подчеркиваю, в этом году мы на полтора миллиарда увеличили личное участие глав муниципальных образований, ваших команд в жизни семей, либо детей, как уже конкретно я уже сказал, попавших в трудную жизненную ситуацию. Это сегодня намного важнее. В регионе сейчас работают 26 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. Также на побережье открылись два лагеря для отдыха детей из малообеспеченных семей. Сегодня вечером Старокубанское автокольцо в Краснодаре оккупирует дорожная техника. Там начнется реконструкция. Бригады приступят к разбору зеленой зоны и вместо нее вдоль трамвайных путей с обеих сторон появятся дополнительные полосы. Новый проект позволит разгрузить участок в часы пик. После завершения всех работ автомобилям, которые едут по Ставропольской, больше не нужно будет выезжать на кольцо. Но пока идет реконструкция, краснодарцам рекомендуют объезжать этот участок, чтобы не попасть в затор. В Краснодаре запланировали еще несколько дорожных изменений. Например, на нескольких улицах собираются выделить дополнительные полосы для общественного транспорта. Никаких средств ни у кого никогда не хватит для того, чтобы построить огромное количество развязок, путепроводов. Да даже когда мы это будем строить, уровни автомобилизации в десятки раз выше этих мероприятий. Поэтому идем по общемировому опыту, внедряя выделенные полосы для общественного транспорта. Дополнительные полосы для движения общественного транспорта уже к августу появятся на участках пяти улиц Краснодара. Проспекте Чекистов, Северный, Первого мая, Тюляева и Тургенева. Тонны мороженого, бесплатные аттракционы и концерты под открытым небом. Так на Кубани отметили День защиты детей. Во всех парках и скверах края для девочек и мальчиков провели развлекательные программы, мастер-классы, конкурсы и флэш-мобы. С многочисленным поздравлением присоединился и губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев пожелал ребятам, чтобы их дорога в жизнь была светлой и счастливой, и каждый сумел принести пользу своему краю. Этот важный праздник – напоминание о том, что дети требуют любви, заботы и внимания взрослых. О том, что каждый из нас отвечает за благополучие, здоровье и успешное будущее своих детей. Вениамин Кондратьев отметил, что забота о подрастающем поколении, его образовании и здоровье – сегодня приоритетная задача краевой власти. За три последнего года в регионе создано более 19 тысяч новых школьных мест и свыше 15 тысяч мест в детских садах. Также на Кубани строятся спортивные площадки и комплексы, ледовые дворцы и интернаты для одаренных детей. А вот о том, как прошел главный праздник региона в Краснодарском парке имени 30-летия Победы, расскажем подробнее в сюжете. Десятки аттракционов, сладкая вата, веселые игры и герои комиксов. Краснодарский парк 30-летия Победы на один день стал настоящим островом детской свободы. Тысячи ребят со всего края пели вместе с пиратами, строили роботов и выращивали овощи. Для детей работали 46 интерактивных тематических площадок. Там можно было не только развлечься, но и получить новые знания. Данил Лазарев как раз из тех ребят, для которых наука – лучшая забава. Мыслит он в прямом смысле космическими масштабами. Изучаем аэродинамику, физику полетов, разрабатываем собственные проекты для общества, для людей, чтобы им было легче в жизни. Многие ребята ждут этого дня целый год. Не у каждой семьи есть возможность потратить деньги на развлечения. Главные гости праздника – дети из малообеспеченных и приемных семей. Воспитанники детских домов, школы-интернатов и социально-реабилитационных центров со всего края. Тут хорошая атмосфера, свежий воздух, все чистенько, аккуратненько. Покатаюсь на каруселях, похожу, пофоткаюсь для социальных сетей. Потом, ну, сейчас мы планируем на автодром пойти, потом в караоке. Жду сегодняшнего дня покататься на аттракционах, поесть мороженое и хорошо отдохнуть. Настроение веселое, радостное. Поддыхать, повеселиться сегодня хочется. Ребят ждала масса сюрпризов. Им бесплатно раздавали мороженое и сладкие напитки. Подкрепившись, дети участвовали в интеллектуальных конкурсах, викторинах и мастер-классах. Посетила праздник и вице-губернатор Анна Менькова со своими маленькими крестниками. Замглавы региона осмотрела тематические площадки и пообщалась с детьми. Я вас поздравляю, ребята, с первым днем лета, с началом каникул. Я надеюсь, что сегодняшний день и этот праздник в парке вам понравится. Чем занят? А мальчишки-то чего сидят и лепят? Это вам интересно? Мы их не можем утянуть, они вам задают цветной бумагой. Здесь же есть у нас и другие локации интересные. Все попробовали? А где были? Что смотрели? Узлы делали, футбол играли, автомат разбирали. Там еще карты смотрели интерактивные. Бираты смотрели. Ну, молодцы. Многие кружки и секции приготовили собственные стенды. Там можно было узнать о программе школы и попробовать свои силы в новых видах спорта. А во сколько нужно начать заниматься шахматами, на ваш взгляд? Или нет таких возрастных ограничений? Вы знаете, абсолютно нет возрастных ограничений. Да, совершенно верно. Получается, 5-6 лет – это оптимально. И до, скажем так, до седых волос, когда уже, в принципе… Не поздно. Не поздно абсолютно. Никогда не поздно. Совершенно верно. Помимо шахмат, конечно, мы представляем здесь у нас интеллектуальный наш шахматный проект заменяется и силовым. Это самбо в школу. С 2018-2019 учебного года в проекте у нас уже 146 школ опробировано. Год прошел. Прошли обучение. И за счет средств Министерства образования и науки, краевых выделенных, приобретены были маты, борцовские ковры. На 2019-2020 год поставлена задача. Мы ее уже реализуем. 210 школ дополнительно. Итого в проекте будет 356 школ. Поздравляем! С Днем защиты детей! Продолжился праздник во дворце спорта «Алим». Там прошел концерт и награждение победителей ежегодного конкурса «Стань первым во славу Кубани». Лучшим вице-губернатор Анна Менькова вручил дипломы и призы. Школьники отличились в этом году хорошей учебой и активной жизненной позицией. Помогали ветеранам, участвовали в экологических акциях, а также завоевывали призовые места на всероссийских олимпиадах. Поздравляю вас с началом лета. Это, конечно, долгожданная пора. Но как бы мы ни относились к школе, какой бы тяжелой для нас ни была учеба, надо все-таки сказать ей огромное спасибо за те результаты, которые мы добились в этом году. А результаты вы показали выдающиеся. Вот во всероссийской олимпиаде участвовали 53 кубанских школьников. И мы заняли первое и третье место. Я вас всех поздравляю с теми победами личными, которые были у вас в этом учебном году. Проведите это лето ярко, красочно. Пусть оно вам запомнится. Я, естественно, интересуюсь естественными науками. И когда я перешла в старшую школу, поняла, что я влюблена в биологию и начала ей заниматься. Сейчас в нашем регионе проживают больше миллиона детей. И более 74 тысяч из них воспитываются в многодетных семьях. Иди, берег, дерзай, люби. Маргарита Витязяна, Алина Сорокина, Влад Захаров, Кубань, 24, Краснодар. А в детской краевой клинической больнице праздник устроили розочка, мишка, тедди и ученые-химики. Маленькие пациенты на время покинулись свои палаты, чтобы научиться строить замки из кинетического песка и лепить из пластилина сказочных героев. Но пока одни развивали моторику, другие танцевали среди мыльных пузырей и мастерили фигурки из воздушных шаров и постигали за искусство оригами. Мне на празднике хорошо, я делаю мышку. Но у меня первое время не получалось, мне помогала тетя. Мне очень понравилось играть в сыр. Я получила там подарки. Мне очень понравилось. Мне нарисовали грим, развлекаются с детьми, играют, дарят подарки. Аниматоров с нетерпением ждали в отделении онкологии. Пациентам нанесли аквагрим, а затем рассказали о свойствах сухого льда, жидкого азота и показали зрелищные опыты. Всего в празднике детства приняли участие больше 300 человек. Такие развлекательные программы для мальчиков и девочек в больнице устраивают ежегодно. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. Сильные ливни с грозами и градом обрушились сегодня на Кубань. Первый удар непогоды приняли Каневскую и Ленинградские районы. Утром там прошел проливной дождь. Ближе к вечеру ливни дошли до краевой столицы. Были затоплены несколько улиц. Например, в самом центре города, на пересечении Красной и Северной, люди передвигались по колену в возе. Непогода парализовала и движение трамваев. Шквалистый ветер на железнодорожной повалил сразу два дерева прямо на трамвайной пути. И одно из них упало на припаркованную машину. Сегодня пользователи соцсетей сообщают о поваленных деревьях в разных районах города. А в центре Краснодара выпал град. В станице передовой, это в Отрадинском районе, вышла из берегов одна из рек. Были потоплены четыре придомовые территории и больше десяти огородов. Сейчас там работают экстренные службы. По данным краевого гидрометцентра, дождливая погода в регионе продлится до пятницы. И больше всего осадков выпадет в юго-восточных районах и на Азовском побережье. Кроме того, синоптики предупреждают о возможном подъеме уровня рек, особенно в горной местности. В крае сейчас действует уже экстренное предупреждение, начиная с сегодняшних суток. И оно будет сохраняться в течение завтрашнего дня. И будет продлено еще на 5-6 число. Это связано с тем, что на территорию края оказывают влияние фронтальные разделы с довольно большим содержанием влаги. И это тоже способствует образованию мощной кочевой областности, которая приводит к выпадению локальных сильных дождей. Но уже на выходных погода заметно улучшится. В край вернется летний, зной на выходных обещают до 34 градусов выше нуля. А на этих выходных жарко было в Геленджике. Там открыли курортный сезон грандиозным карнавалом. Впервые он проходил два дня. А главные улицы города заполнили танцоры, музыканты, актеры. И каждый старался понравиться зрителям. Как десятки тысяч гостей со всей России и Кубани встречали лето на морском побережье, расскажет Станислав Бондурко. Карнавал в Геленджике – это бесконечный сплав истории, культуры и безудержного веселья. Сюда приезжают за тысячи километров, чтобы испытать такие эмоции, которые нигде и никогда не испытывал. Здесь так зажигательно танцуют самбу, что и в Рио ехать не надо. В каком еще городе нашей страны увидишь такое прямо на центральных улицах? В карнавале участвуют две тысячи артистов. И все в своих неповторимых образах. Ваши боги, вам их помогу! Заберем все золото этого города! В образе шута, самого лучшего карнавального эпостасия, назовем это так. Я поздравляю свой любимый город, я его обожаю. Я желаю, чтобы он дальше процветал, становился ярче, краше. Кто-то сегодня римский легионер, а кто-то древнегреческая богиня или египетская царица. Запомнится зрителям, со всей страны здесь постарался каждый. Стройными рядами, отбивая ритм, проходят десятки оркестров. Музыканты не только в классических костюмах, но и в ярких, кубанских. А за ними сотни девушек и женщин в белоснежных подвенечных платьях. Невеста – один из главных символов города. За артистами наблюдали десятки тысяч зрителей. Екатеринбург, Мурманск, Москва. География туристов поражает. Многие признаются, специально брали отпуск, чтобы попасть на карнавал. Гости из-за рубежа тоже здесь. Целая делегация прибыла в Геленджик из Японии. Очень супер, все нравится, все класс, Кубань, forever. Мы приехали из Астрахани, очень довольны городом. Гостеприимный, веселый, красочный, яркий. А карнавал вообще супер. Шумная и красочная колонна стремится на центральную площадь. Там уже все готово для праздничного представления. Из-за трибун место похоже на стадион. Здесь музыка становится еще громче, а танцы еще активнее. На показ выезжают платформы. Самая высокая у короля и королевы карнавала. На самом деле мы карнавал ждем очень долго. Вот каждый год, как только он заканчивается, мы уже хотим еще раз новый, новый карнавал. Мы каждую неделю в Геленджике и в летнем, и в зимний период времени будем насыщать город событиями разного характера. Поверьте мне, у нас очень огромнейший потенциал. И уверен, что гости будут приезжать, уезжать довольны и к нам опять возвращаться. Наш любимый город, город Геленджик. Я скажу честно, это на самом деле жемчужина нашей великой страны. Под занавес шествия потанцевать вместе с артистами мог каждый желающий, однако вечер на этом не закончился. На главной сцене популярная российская группа «Иванушки Интернешнл» исполнила любимые всей страной хиты. Ну и, конечно, все завершилось салютом прямо над морем. Организаторы надеются, что этот вечер запомнится участникам праздника на всю жизнь. А тех, кто пропустил веселье, приглашают сюда же через неделю на крупнейший фестиваль греческой культуры. Станислав Бондурко, Михаил Полищук, Кубань-24, Геленджик. Еще одним подарком для жителей и гостей Геленджика стало открытие нового участка главной набережной города. Она стала длиннее на 100 метров и фактически соединила две прогулочные зоны. Долгое время территория была закрыта забором. Здесь располагается краевая парусная школа, которая сейчас переживает второе рождение. Поэтому, чтобы вновь вернуться на набережную, горожанам приходилось сделать большой крюк в обход. Новый участок построили в рекордные сроки – за месяц. Нужно было совместить две очень серьезных вещи. Это продлить набережную, чтобы не было… Вот здесь был очень сложный переход. Люди сталкивались, было очень заужение набережной. И в то же время сохранить спорт для детишек, которые здесь развивались. Потому что под набережной находятся целые сооружения, которые будут помогать детям достигать новых вершин в парусном спорте. Проект был поддержан губернатором региона. Ведь сегодня Геленджикская набережная – одна из самых популярных достопримечательностей края. Ее длина – около 14 километров. Кстати, в следующем году набережная отметит свое 20-летие. А Сочи парк отметил юбилей. Пять лет назад по соседству с олимпийскими объектами открылся первый в России тематический парк. На огромной территории разместились отель-замок, резиденции сказочных героев, современные аттракционы, дельфинарий. И с каждым годом количество развлечений только растет, как и число гостей. Чем будет удивлять сказочная страна в этом году, узнала Яна Кулешова. Через порог и в сказку сладкоголосые русалки, волшебный принц и фея приветствовали гостей в знаменательный для Сочи парка день. И даже баба Яга выехала навстречу к посетителям на электровелосипеде, чтобы рассказать о праздничной программе. Много всяких разных призов, подарков, представлений, конечно же, аттракционов для детишек, для взрослых. Галерея иллюзий – один из многих сюрпризов, который парк подготовил этим летом. Здесь по мгновению волшебных карандашей оживают морские пейзажи. А в руках обладателя премии Мерлина – это престижный международный конкурс иллюзионистов, воздушный шарик превращается в неиссякаемый источник живительной влаги. Просто берите волшебный шарик, парк, вот так снимаете его, куда угодно. Его надуваете вот таким образом. Вы же видели, это простой шарик. Положите его на пол. И водичка. Нитроводички смочить горлышко. Чтобы освежиться в знойный день, не обязательно разыскивать чародея. Хоть он и подготовил в этом году целые 24 тонны иллюзий. В тематическом парке открылась отдельная спрейзона «Солнечный риф». Новое любимое место отдыха детей и взрослых. На огромной территории разместились 20 современных аттракционов. Квантовый скачок, жар птица и змей горыночни оставляют равнодушными даже взрослых посетителей. Уйма, масса впечатлений положительных. Я вышел очень такой заряженной энергией. И развлечений станет только больше. На сайте парка завершилось голосование. По его результатам руководство сказочной страны примет решение, чем будет удивлять своих гостей в будущем. За год тематический парк, который носит звание лучшего в России, посещает более миллиона человек. Каждый третий посещающий наш город, он наш гость. Но есть над чем работать, поэтому мы хотим захватить каждого второго. В наших планах создавать это волшебное настроение, радовать наших гостей новыми шоу-программами, новыми аттракционами. В праздничный день гостям дарили подарки. Прошла презентация новых шоу и концерт российских звезд. Терновой и Дэнни Мьюз исполнили свои хиты и пообщались с поклонниками под залпы праздничного фейерверка. Яна Кулешова, Сергей Щербин, Кубань, 24, Сочи. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. В топ ведущих застройщиков России вошла строительная компания Кубани «Югстроимпериал». Данное опубликовало Национальное объединение застройщиков жилья. В 2019 году компания поднялась на шесть позиций и вошла в первую десятку по объемам строительства, став единственным представителем Краснодарского края. Сейчас она возводит 15 жилых комплексов. Два новых литера в ЖК «Империал» и ЖК «Перемена» только что сдали в столице региона. Еще шесть лет назад на этом месте, где мы сейчас находимся, в этом жилом комплексе, было еще чистое поле, были еще совхозные поля. А сегодня уже жилой комплекс на более чем на полторы тысячи квартир, более четырех тысяч новоселов. Все наши жилые комплексы имеют очень серьезную инфраструктуру. В честь сдачи двух новых литеров компания организовала большой семейный праздник. Также в сдаче домов приурочили открытие фитнес-центра «Баланс» на территории ЖК «Империал». А для жителей устроили большое шоу с соревнованиями по футболу, баскетболу, выступлениями творческих коллективов и подарками. Все сделано для спорта очень грамотно. Это и беговые дорожки, это и тренажеры, это и для боевых искусств, для гимнастики. И хотелось бы, чтобы в каждом районе нашего города строились такие комплексы. Застройщик известен тем, что уделяет большое внимание инфраструктуре комплексов. Так, например, в ЖК «Перемена» достраивается школа бокса и единоборств, а в ЖК «Элегант» появится муниципальная поликлиника. В ближайшее время строительная компания завершит еще один большой проект «Бульвар Бородинский». И он соединит два жилых комплекса, станет еще одной достопримечательностью Краснодара. А в Ейском районе открыли спорткомплекс так называемого малобюджетного формата. В нем есть все необходимое. Просторные залы, тренажеры, татами для самбо. Но главное преимущество зала все-таки то, что возвели его быстро и с небольшими затратами. И будет не один такой комплекс, где откроется следующий, выяснил Кирилл Белонок. Еще недавно этим школьникам приходилось делать зарядку прямо в актовом зале. Теперь они аплодируют флагоносцам перед «Алой лентой» и готовятся к первой тренировке в удобном и многофункциональном спорткомплексе. В новом спортивном комплексе площадью 1000 квадратных метров можно заниматься мини-футболом, волейболом, баскетболом, художественной гимнастикой. Эти популярные виды спорта стали доступны всем желающим. Отдельный тренажерный зал, раздевалки, душевые. Дети могут заниматься в комфортных условиях спортом круглосуточно и круглый год. Время будет занято спортивной школой, футболистами, волейболистами. И в вечернее время жители ближайших домов будут тоже заниматься спортом. Юные спортсмены довольны не только игровым залом. Второй этаж посвятили борьбе. Отечественное боевое искусство на новом удобном татами. Из желающих позаниматься уже очередь. Отработка бросков и приемов самообороны теперь без боязни получить травмы. Отличный ковер, отличный зал и помещение такое радует глаз. У меня вообще три группы. Две группы НП и одна группа учебно-тренировочная. И две группы начальной подготовки. Здесь компактно умещаются десятки секций. Занимаются в несколько смен, но места хватает и каратистам, и боксерам. Александр Федорин уже не знает, куда ставить кубки и вешать медали. Но главные победы еще впереди. Я занимаюсь боксом пять лет. Я просто могу поддерживать свое здоровье. У меня много снаряжения, есть тренажеры хорошие. Много пространства, довольно свободно. Можно боксировать хорошо. Молодые спортсмены Ейска уже готовятся штурмовать новые вершины. Совсем скоро такая возможность появится у тысяч любителей физкультуры по всему региону. В планах краевых властей строительство подобных комплексов в каждом поселении. Три года подряд Краснодарский край занимает первое место среди всех субъектов Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. И на сегодняшний день достаточно активно строится спортивная материальная база. Каждый год губернаторам края выделяется в пределах 10-12 миллиардов рублей на развитие физической культуры и строительство объектов спортивной материальной базы. ЗАО возвели чуть больше, чем за год. 20 миллионов выделили из краевого бюджета, а 6 добавил местный. Затраты невелики, а эффект ощутимый. Доступный спорт каждому. Кирилл Бионок, Артем Тумарь, Кубань, 24, Ейский район. Победный дебют. Кубанский боец смешанного стиля Сергей Хандошко вернулся на родину после успешного проведенного первого поединка в чемпионате UFC. Это самое престижное в мире соревнование ММА. В Стокгольме спортсмен одолел шведа. Схватка продолжалась три раунда и была очень напряженной. Очень сильно нервничал, потому что я за неделю до боя заболел, во-первых. И переживал из-за того, что форма чуть моя испорчится, потому что готов был очень хорошо к бою. Три месяца готовился. Хорошо, что в бою получилось все эти мысли из головы выбросить и собраться. Подробный отчет об этом историческом поединке покажут мои коллеги из программы «Факты спорт» сразу после прогноза погоды. Поют, танцуют, а еще лучше стреляют и метко кидают ножи. Лучшие кадеты-казаки со всей Кубани состязались в военно-спортивной игре «Казачий сполох». Традиционные соревнования прошли на базе Кропоткинского казачьего кадетского корпуса. Кто занял первое место и теперь готовится представить наш регион на всероссийском этапе игры, знает Вероника Стороженко. Настоящий казак должен уметь и шашкой рубить, и песни петь. В региональном этапе игры «Казачий сполох» принимали участие 7 команд, в каждой по 10 человек. Чтобы сюда попасть, они прошли жесткий отбор в своих кадетских корпусах. Здесь только самые меткие, быстрые, творческие. Соревнования проходили два дня. В первой участники показывали визитную карточку, стреляли из винтовок, разбирали и собирали на время автоматы Калашникова, пели у костра. Силу, выносливость и скорость пришлось проявить кадетам во второй день игр. Нужно было за короткое время без ошибок пройти полосу препятствий. На пути змейка-лесенка из бревена, еще нужно шашкой разрубить лозу и метать ножи. К соревнованиям будущих атаманов готовили несколько месяцев. Мы с вами с виду смотрим, что якобы ничего сложного нету, все просто. На полосе простого нету, все сложное. Конечно, для прохождения такой трассы необходима и физическая подготовленность, и выносливая, и техническая подготовка. Полосу препятствий всего за 7,5 минут преодолели кадеты Крафотскинского корпуса. Гордость за свою команду, за свой корпус. У нас очень престижно в корпусе попадать в эту команду с полоха. Сначала был отбор по сотне, ну, сотня – это восьмой класс. И потом идет отбор по краю. Больше всего у нас смотрели по бегу, что была большая выносливость. Потому что здесь и бег, и полоса препятствий, и спортивное ориентирование – нужна выносливость. Именно команда Крафотскинского корпуса и заняла первое место в общем зачете. Она уже пять лет подряд показывает лучший результат, и в этот раз поедет представлять Кубань на всероссийском этапе игры. Всего в шаге от победы оказались кадеты из Новороссийска. Бронзу взял Тимашевский корпус. Казачий сполох в России проводится ежегодно в течение 10 лет. Суть всей этой игры – это военно-патриотическое воспитание именно казачьей молодежи, обучающихся в казачьих кадетских корпусах. И наша задача подготовить их как будущих защитников Отечества, как будущих атаманов, которые поведут за собой в будущем казаков. Всероссийский этап казачьего сполоха пройдет в Анапе уже в октябре 2019-го. Победители из Крафоткина настроены и там завоевать первое место. Грани Костроженко, Виктор Чаусов, Кубань, 24, Крафоткин.